Собственно, его отец переехал в Италию, он был в Италии, поэтому он назывался Роза да Тиволи. И Стиволи он специализировался на животных, и вот у нас это нашлось, кроме классических встатков, его в основном характеризует очень с обороты такая динамичная сцена охотанной оленя, которая мне очень понравилась, особенно собаке с инослимыми языками. И очень романтические пейзажи, даже не верится, что они 17 века, потому что они напоминают и Дитриха, и вообще художников более позднего времени. А сейчас мы тогда давайте перейдем, и там основные красотки будут дальше. Это было мое любимое место, вот здесь стоять и наблюдать. Как на мосту, бегущая вода. Ну, я надеюсь, что будут ходить петербуржцы, и я надеюсь, что они будут ходить специально, когда, так сказать, слухи с вашей помощью разнесутся, что будут ходить именно это смотреть, потому что мы будем считать, что они ходят на временные выставки, чтобы их видеть, основную коллекцию. Будем считать, опять же, хорошо знают. Ну, вот, и насколько я понимаю, есть проект о том, что выпускать дополнительно с утра вот на две временные выставки, то есть на средневековую живопись Александра Евского и сюда. Тогда мы уже отдохнувшими придут. Да, да, с новыми силами для петербуржских людьми, исключительно петербуржцев. Это будем надеяться. Ну вот, значит, здесь у нас тоже итальянцы. Два зала итальянской живописи теперь будет. Это тот период, 17-й век, который у нас, к сожалению, плохо представлен, потому что или они весят просветы, где трудно картины смотреть, или в маленьких кабинетах, которые в большие картины не вылезешь. Ну, тут у нас разные школы, естественно. Вот с той стороны больше и венецианцы. Вот справа юди, художник. Это довольно-таки у Хубиани, традиция Веронеза от реграции и Амуры. Это подавани, но это последователь, так скажем, тициан. Дальше Себастьяно Ричи, Венера, Амуры, Вулкан. Это уже такое возрождение Павла Веронеза. Но, с другой стороны, в той же Венеции существовала военнословая живопись. В лице Джованни Батиста Ланжетти, он писал такие нажорные полу, нажорные члены в резком свете. В общем, это как бы такое продолжение традиции карваджизма, которое тоже имело место в Венеции в 17 веках. Ну и что еще? Да, и Маневскую, естественно, к Маневскому он генуэзит, вообще говоря, но он ни в какие школы, ни в какие классификации не укладывается. В данном случае с его мелкими фигурами, такими очень свободными по живописи и неожиданными сюжетами. В данном случае это «Привал бандитов» называется. Но тут интересно, что это четвертая картина из серии, которая принадлежала Ивану Ивановичу Шулалову в 18 веке, потом она была в Академии художеств, потом она поступила в Эрмитаж, и в настоящее время одна картина отдана в ГМИ, две на экспозиции, это удобно, потому что они как бы корреспондируют, а вот четвертая у нас осталась, как сказать, свободная, и мы ее тут приспособили. Вот. Дальше будем еще раз.